Куда глаза глядят, туда и руки тянутся. К народной мудрости это утверждение отношений не имеет. Но именно такой психологический прием повсеместно используют продавцы. То, что находится на уровне глаз, оно, само собой, больше внимания привлекает и хочется взять. Поэтому товар с большей маржой как раз размещают на этих полках. То есть те, которые выгоднее продать будет, потому что с них можно больше прибыли получить. Меньше по цене, естественно, менее маржинально, они там, например, внизу стоят. Поэтому, если хотите сэкономить, то, что сейчас может актуально быть, лучше посмотреть внимательно, что стоит внизу. Ваше внимание привлекла реклама на улице, и вы рассказали об этом своим друзьям. Психологический прием маркетологов сработал. И такое влияние на наше сознание повсюду. Нет практически ни одной сферы в нашей повседневности, где мы не сталкивались бы с психологией. Что первично, сознание или материя? В нашей обычной жизни мы предполагаем, что все-таки материя. Вот лужи – это первично, а мое настроение вторично, то есть зависит от лужи. А на самом деле это не так. На самом деле именно сознание управляет нашим миром, создает наш мир. И вот каково наше сознание, таков наш мир. Сегодня же у нас, как на Западе, становится модным списывать все на депрессию. Вот только психологи говорят, что переменчивое настроение или уныние в течение одного-двух дней – это еще не депрессия, которая характеризуется длительным в течение пары недель отсутствием хорошего настроения. Это может дополняться потерей аппетита или, наоборот, необузданным жором, сонливостью или потерей сна, раздражительностью, агрессией и многими другими тревожными звоночками. И их должны услышать в первую очередь мы сами. Это первый сигнал к тому, что пора обратиться за помощью к специалистам. Психолог – это не психотерапевт и уж тем более не психиатр. Он не возьмет человека за руку и не решит его проблемы. Он поможет разобраться в себе и найти первоисточник. А вот распутать клубок сомнений – это уже самостоятельная задача. И в сегодняшнем, постоянно и динамично меняющемся мире такая помощь становится как никогда актуальна. Конкурс на психологические специальности в последние годы немного сократился, но все же остается на высоком уровне. Изменился и основной мотив выбора специальности. Если раньше в психологи шли в первую очередь, чтобы разобраться в себе, то сегодня ребята более прагматично подходят к выбору специальности. И зачастую в самом начале обучения уже знают, чем будут заниматься впоследствии. Что я сейчас думаю о своих одногруппниках? Ну, я вижу, что каждый из них стремится развиваться по-своему. То есть не обязательно ты должен быть психологом, не все хотят быть консультантами. Существует много разных профессий, да, ну, точнее, мест для работы, где ты можешь себя применить с психологическим образованием. Я не думаю, что просто нужно выйти, взять диплом, положить его под стол, чтобы он его подпирал и стол не шатался. Это частная практика, это больница, это психиатрическая клиника, это вся психология образования, школа, детский сад, это консультирование как психологическое, так и психотерапия. То есть вообще сфера человек-человек, она вся пронизана психологией. И, наверное, не только где нужен прям психолог, а там, где нужно вообще взаимодействовать с людьми. То есть навыки, они очень универсальные. И поэтому это поможет, наверное, во многих сферах. Если раньше обязательное тестирование в центрах психологической диагностики проходили поступающие на службу в правоохранительные органы и другие силовые структуры, то сегодня все чаще бизнес прибегает к помощи психологов при отборе кандидатов. Зачастую на крупных предприятиях есть даже штатный специалист с психологическим образованием. Он в случае чего и на работу принять поможет человека, и во время работы окажет поддержку. Чтобы не доводить, как говорится, дело до клиники. А ведь решить все проблемы и разобраться в себе можно было и раньше. Причем самостоятельно. Нужно думать больше о таких вещах, которые просто поесть, поспать, снова поесть, поспать, как в том замечательном мультике. И тогда, когда человек начнет вот так вот уже понимать, целеустремленно двигаться, он сможет легко владеть своим настроением. Но это замечено, что мудрецы всех времен и народов, они не поддаются панике, они не испытывают эйфории, они, как говорят, не скорбят об умерших и не сильно радуются, не впадают в эйфорию, когда кто-то родился. Они мудро, мирно и доброжелательно относятся к миру. Здесь непременно должен сработать эффект бумеранга. Не стоит зацикливаться на мелочах, говорят психологи. Любой человек в состоянии изменить мир и в первую очередь нужно начать именно с себя. Тогда и коммунальные проблемы уйдут на второй план, и раздражителей станет меньше, а улыбающемуся вам продавцу захочется улыбнуться в ответ. Ритис Барауско с Олег Мясников, телекомпания «Ветта». Ритис Барауско с Олег Мясников, телекомпания «Ветта».